Девушки отдыхают Сегодня покажу как готовить интересный способ по нанесению патин на серебро Получается очень шикарно Я вам сейчас показываю результат этой патинировки Он очень хорош, но он очень опасен, очень вреден Тем, что у нас будет использоваться несколько компонентов Это сера и сода Что нам нужно, я вам сейчас все это покажу Метод еще раз хочу вам сказать опасен Из-за этого мы находимся вот здесь вот в гараже В квартире вытяжка, какая она бы мощная не была Она не справляется Так что, ребята, смотрите, будет довольно-таки интересно Монетки, видите, очень красивые получаются И до конца досмотрите, покажу Какой мы будем сегодня патинировать рубль Который мы будем разыгрывать у нас на стриме Так что, пожелаю всем удачи, кто у нас принимает в розыгрыше Так что, смотрим, сейчас я вам покажу снова ингредиенты Это сода, сера, вода и, конечно же, открытый огонь Где мы будем все это готовить Так что, приятного вам просмотра Будет интересно, поучительно, познавательно Ну а что нам понадобится, ребята Это, конечно же, огонь Буду использовать вот такую горелку Вода Сода И самый главный компонент Это сера Которую я прикупил в обычном магазине Зоомагазине Это присыпка для корма для животных Все буду делать, ребята, в равных пропорциях 50 на 50 И мы сейчас все это будем засыпать в половник Не ржавейка, ребята Не ржавейка должна быть И будем нагревать Так что, приятного вам просмотра Надеюсь, вы с руками И не спалите свою квартиру Ну что, давайте Пропорции мы будем делать одинаковые 50 на 50 Много делать не буду Беру две ложечки чайных Две чайных ложечки Соды И все это дело Хорошенечко перемешиваю Получается у нас такая, знаете Желтоватая субстанция Так, освещение, конечно, не очень Сейчас попробую что-нибудь придумать с освещением Хотя вам это и не нужно На улице я не делаю Потому что сильный ветер Сегодня ветрено И решил вам это сделать В непосредственном гараже Все, готово Следующее, что мы делаем Берем Огонь Все это дело Нужно перемешивать Хорошенечко Сухой порошок превращается в жидкий И нам это дело нужно греть непосредственно до черной мазутной субстанции Запах будет очень сильный Так что По возможности одевается может быть противогаз даже Как вы видите, уже становится как пластилин И продолжаем все это нагревать До однородной Черной массы Видите, да? Все становится такое В виде киселя Хорошо, что весь запах выдувает на улице Вкус кислый После того, как Все это подходит К своему Нужному составу Внутренняя часть Она будет загораться И вам это дело Нужно будет тушить Так, видите, да? Все становится черным Фу, ребят Все Как вы видите У меня внутренняя часть уже загорелась Но все равно имеются комочки Комочки превращаются в жидкость Ну вот, ребята Наша жидкость готова Можно выключать Видите, да? Что происходит Все это, видите, льется Течет Пылает синим пламем Так, ну что Теперь это у нас Субстанция готова Все это нужно залить Непосредственно в воду Будьте аккуратны Все горячее Вот такой вот химический процесс, ребята Получилось, ребята У нас вот такая вот Жидкость Зеленоватая цвета И она готова, ребята Все Готова Закрываем плотно крышечкой Потому что Запах Невыносимый Итак, ребята Кое-как откашлялся Вроде как и в гараже Вроде как вытяжка есть Все выдувает Но все равно Пары Дым вот этот вот Все-таки надышался Сера Она зловонная Привкус такой Сладковатый Кисловатый Хрен пойми В общем Неприятно И я всем, ребята Рекомендую Это все делать На открытом огне На улице Чтобы была Сильная Хорошая вытяжка Вот Нахожу себя в гараже Потому что у нас Ветер сильный Аж ворота вот так вот Шатает Вот Так что Вы сегодня Увидали Научились Как готовить Сейчас я Отправляюсь домой И буду брать Наш драгоценный Рубль 1844 года И мы с вами Его сделаем Красивым Очень красивым И я вам покажу Все Как это все происходит Элементарно Самое сложное Это конечно же Приготовление В остальном Все просто Так что Отправляемся Все Которые Средства По патинировке Мне не нравились До этого Вот Единственный метод Серебро Получается Очень красивое Шедевральное Так что Идем домой И смотрим Пошли Ну что, ребята Пришли мы Со своей жидкостью Уже домой И наверное Приступим Какие мы будем Патинировать Сегодня монеты Это конечно же Рубли Серебряные рубли Я их почистил Выглядит неплохо Но мне хочется На нее Нанести патину Очень красивые рубли Рельефа здесь Немножко Заниженный Затертый Здесь Бодренький Вот И мне нужно Как бы сделать Еще красивее Чем они На самом деле Есть Вот такие Вот Еще раз Последний раз Вы видите Их белыми Зажали И погружаем На несколько секунд Как вы видите На нее Сразу Ложится Патина Пока Неровная Будем тогда Ждать Небольшое Время Наверное Ну с минутку Подождем Патина Ложится Пока Голубая Монета Чернеет С одной стороны Уже Черная Итак Ребят Давайте Посмотрим По истечению Наверное Минут Пять Пролежала Прищепка К сожалению У меня Сломалась И Придется Наверное Все это Ручками Доставать Видите Да Монетка Стала Темной Темная Монеточка Так Что мы Видим Надо Протереть Я А видим Мы В принципе Неплохой Результат Смотрите Видите Какая Монетка Стала Ровная Патина С другой Страны Тоже Сейчас Протрем Когда Протираем Мы Лишню Как бы Пыльцу С нее Снимаем И Видим Очень Хорошую Патинку Смотрите Какая Патина Ровная Красивая Сейчас Я буду Поднимать На ней Рельеф И Монета Сразу Заиграет Новыми Красками Кто-то Можете Оставить Такую Патину Ну Как бы Серебро Должно Либо Блестеть Идеально Либо То что Сейчас Я с ним Сотворю Так что Смотрим Вот Такой Ребят У нас Результат Получился Еще раз Демонстрирую Вам Монету Рельеф Поднимали При помощи Резинки И Вот Такой Палочки И Получилось Вообще Красотища Этот Рубль Скоро Найдет Своего Нового Хозяина И Будет Радовать В Коллекциях Так что Ладно На этом Все Всем пока До Новых Встреч Ну и Давайте Та Дам Кто Ну кто Там Охренеть Андрей Кузнецов Ребят Ну я Тут Ничего Ребят Тут Ни Подстава Ничего Я Не Делаю Андрей Кузнецов У нас Забирает Рубль Блин Я Очень Сильно Хотел Такую Рубль К себе В коллекцию Монетка Просто Хорошая Шикарная Очень Замечательная Эта монета Не с Алиэкспресс Ребята Эта Монета Настоящая Копанная Так что Я думаю Каждый Будет рад Такой Монетке Монетка 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 Субтитры создавал DimaTorzok